Сегодня я хочу с вами поговорить, наверное, об одном из самых спорных в христианстве мест из Евангелия. И я очень хочу, чтобы Дух Божий сегодня раскрыл перед нами Его истину. И давайте откроем это место, эта история вообще записана во всех трех синоптических Евангелиях, у Матфея, у Марка и у Луки. Но мы давайте откроем это в Евангелии от Марка, 10 глава. Евангелие от Марка, 10 глава. И начнем читать с 13 стиха. Где говорится, что к Иисусу приносили детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божье». А дальше Он уже говорит не про детей, а про нас с вами. «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божье как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их». И вот смотрите, я абсолютно убежден, что следующая история, она связана вот с тем, что мы сейчас прочитали. Продолжаем, 17 стих. «Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал перед Ним на колени и просил Его, «Учитель благий, что Мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную». Кто из вас желает наследовать жизнь вечную, а? Мы хотим наследовать жизнь вечную. Или вы хотите просто, чтобы Бог вам помог на этой земле, и вы благополучно умерли, исчезли, вас похоронили, и слава тебе Господе. Как ты-то закончил свой путь? Нет, мы, конечно же, хотим жизни вечной. И я смею надеяться, что нам порой этого хочется намного больше, чем даже земных благословений. По сути, в этом и есть суть нашей веры. Слава Богу, что нам Бог и в этой жизни помогает. Но, конечно же, главное – это жизнь вечная. И вот этот вопрос, такой напрямую заданный нашему Господу. «Что Мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему. Я думаю, этот ответ очень для нас важен, потому что мы же тоже этого хотим. И мы верим, что Писание, оно истинно, и не изменилось за эти две тысячи лет. Не то, что раньше, чтобы наследовать жизнь вечную, нужно было одно сделать, а сейчас уже не совсем то же самое. Нужно уже как-то по-другому. Нет. Все меняется, но истина Божья пребывает вовек. И Слово пребывает вовек. И вот Иисус отвечает. «Что ты называешь Меня благим?» То есть Он, как всякий еврей, вопросом на вопрос, поначалу, да? Ну, что мне делать? А что ты Меня называешь благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ. «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за Мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Здесь есть у нас богатые люди, а? Кто не богатый? Кто здесь богатый? О, один, два. Ну что, тяжело вам, братья, будет? Мы как-то все полегче в Царство Божие, а вам, конечно, трудно будет. Трудно. Трудно, надеющимся на богатство войти, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Ну, мы тут не ужасаемся, мы не богатые, что нам ужасаться, да? Ученики как-то по-иному восприняли, они ужаснулись. Но Иисус опять говорит им. «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели к богатому войти в Царствие Божие». Они чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? И Иисус, возрев на них, говорит, человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Вы знаете, что интересно? Вот много есть споров вообще. Войдут богатые в Царство Божие, не войдут в богатые в Царство Божие. И что это значит, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши? Вообще вот в отношении этих игольных ушей есть как бы три таких толкования, очень распространенных. Первое толкование, думаю, может быть, слышали многие из вас, это то, что в Израиле, вот в Иерусалиме были такие маленькие ворота, которые называли игольные уши. Для чего они были сделаны? Ну, потому что вот, чтобы защитить город ночью от неприятеля, большие ворота, основные, закрывали. А если какие-то путники попадали, и чтобы они могли пройти в город, были маленькие такие ворота, куда нужно было как-то вот очень с трудом протиснуться. То есть это было сделано для безопасности. То есть если ночью подбежит враг, ворота закрыты, а в эти маленькие узенькие тесные ворота, ну, войско, прямо скажем, туда не забежит, потому что там с трудом один человек только мог пройти. Вот. Такое очень интересное толкование, и те, кто придерживаются эти толкования, говорят, что верблюда можно было туда с трудом пропихнуть, но для этого нужно было, во-первых, верблюду на колени встать, во-вторых, нужно было с него всякую поклажу снять. Вот. И вот только, вот, то есть как бы богатые могут войти в Царство Божье, но с трудом. Как бы вот есть надежда богатым спастись, но очень тяжело им будет. И вот эта вот история с верблюдом, который протискивается без поклажива, эти узенькие ворота, очень красивая такая история, очень красивая история. Вот. Мне, я помню, когда я ее впервые узнал, очень понравилась она. Но проблема в том, что никаких древних источников об этих воротах нигде не говорится. То есть, и вообще это толкование, оно возникает где-то с 11 века. То есть до этого как-то вот никто так не рассматривал, никто так не толковал. Поэтому как бы красиво, но подтверждения этому нет. Есть еще одно такое толкование этого местописания, что говорят, что просто в греческом есть два слова верблюд и канат. И в греческом языке эти два слова отличаются всего одной буквой. Верблюд – кэмилос, а канат – камилос. Кэмилос – камилос. И вот что вот может... А часто при разговоре это вообще звучит очень похоже в греческом языке. Вот. И поэтому, может быть, там не расслышали. Иисус имел в виду канат. Подумали, что верблюд. И вот. Хотя, с другой стороны, ну не знаю, канат тоже в иголку очень трудно. Я не скажу, что у меня большой опыт продевания нитки в иголку, да. Но убежден, что канат туда тоже не пропихнуть. Вот. Ну и вот есть вот такое толкование, что там типа перепутано, была просто перепутана буква. Есть еще одно толкование, которое библиисты не очень любят, но тоже есть такое толкование. Вы знаете, в Индии, там же на востоке, в азиатской стране, недалеко от Израиля, в Индии верили в таких духов, которые назывались преты. Преты – это голодные духи. То есть в Азии, в Индии верили, что жадные, скупые, алчные люди после смерти превращаются в такие голодные духи, преты. И эти преты изображали таким образом, что у них горло как игольное ушко, а чрево и живот как гора. И вот эти алчные люди, они после смерти в виде этих духов очень сильно мучаются, потому что как бы поместить в себя они могут много, а вот проходит очень мало. Ну и они говорят, что Иисус, Он мог знать, потому что это поверье было в соседних странах, как бы Иисус мог быть в курсе. И вот как бы тоже использовать вот это выражение «игольные уши». Но если мы с вами посмотрим на эту историю, то я думаю, здесь как бы смысл, независимо, там верблюд, канат, чрево в виде горы, не имеет даже вот этого, может быть, большого значения. Это, конечно, интересно так изучать, исследовать. Но вот то, что мы можем сказать наверняка, да, Иисус показал, что есть некая невозможность, да, невозможность, когда надеющиеся на богатство войдут в Царство Божие. Почему ученики и сказали, говорят, а кто же спастись тогда может? То есть если вот такая история, то есть они поняли, что это невозможно. Кто же спастись тогда может? На что Иисус сказал, человеком невозможно, а Богу, Богу все возможно. И я не случайно эту историю начал с предыдущего рассказа о детях. Потому что в других Евангелиях вот эта история с богатым человеком, там написано в Евангелии от Матфея, что это был не просто богатый человек, а это был кто? Помните, богатый юноша. Богатый юноша. И вот смотрите, Иисус нам показывает сначала о детях и говорит, что невозможно войти в Царство Небесное, если мы не примем его как дитя, да, а с другой стороны юноша, который отошел с печалью. И мы видим, что-то происходит вот в этом небольшом временном отрывке между тем, когда человек еще дитя, ребенок, и тем, когда он уже становится молодым человеком, тем, когда он уже становится юношей. Да, мы видим этот юноша, он был богатый. Чем отличаются дети? Дети, у них в принципе ничего нет, да? Даже все, что у них есть, это в принципе принадлежит их родителям. Там папа им что-то, мама. У них вот как-то ничего, ничего нет. Они такие часто искренние, из этого открытые. И вы знаете, ты скажешь, ну а в чем благословение, когда у тебя ничего нет? Вот вы знаете, вы обращали внимание, чем больше у вас есть, тем больше вам есть что терять, тем больше у вас часто возникает страх, и тем больше вы скованы в ваших решениях и в вашем выборе. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Чем больше у тебя появляется. Вы знаете, уже не ты просто владеешь чем-то, а это уже эти вещи начинают владеть тобой. И чем больше ты владеешь, чем больше вот эти вещи влияют на твои выборы, на твое решение. Ребенок, он открытый. Я вот часто удивляюсь, когда смотрю на своего пятилетнего сына, вот насколько вот этот маленький человечек, который, казалось бы, да, ну что он еще за эти пять лет узнал в этой жизни? Да ничего. Но тем не менее, у него такой интересный порой взгляд, который меня, взрослого мужчину, заставляет задуматься. Мы как-то с ним недавно смотрели документальное кино о Ветхом Завете. И там было показано, как священники Ветхого Завета приносили жертвы. Там агнцев резали и приносили в жертву. Это настолько моего сына впечатлило. Он говорит, папа, чего они делают? Я говорю, как, сынок, чего? Они приносят жертвы. Я говорю, а он спрашивает, а зачем они их приносят? Зачем они убивают этих животных в жертву? Я говорю, ну, чтобы послужить Богу. Они хотят так Богу понравиться. И вот он мне задает вопрос, пап, а Богу это нравится? Я говорю, а ты как думаешь? Решил тут по-хитрому, как Иисус, вопросом на вопрос. А ты как думаешь? Он мне говорит, пап, я думаю, Богу не нравится, когда они убивают животных. А не потому что других убивают ради себя. Богу это, наверное, не нравится. Бог должен уволить этих священников. Я ему говорю, ну, сынок, Бог их уже уволил. Ну, вот, знаете, сам вот этот разговор, когда, вот, я никогда не смотрел на ветхозаветные жертвоприношения под таким углом. То есть часто люди, имея свежий взгляд, вот почему иногда полезно, когда вот кто-то со стороны, он может дать такие советы, вроде бы ничего не зная, вроде бы особо не окунаясь в тему, но он может такие интересные идеи говорить, потому что со стороны. И вот точно так же дети, такие непосредственные, что у них есть, да ничего, бегают, что он там задумывается, мой сын, а что он завтра будет кушать, что он там о чем-то переживает, да, он такой, он бегает, он веселый, он радостный такой, что, такой радостный, что вечером спать не можем его уложить, так много в нем радости бывает, да. Он все больше радостный, мы все больше печальные, вот, полной жизни, полной энергии, да, бегает, вот, потом проходит время, человек получает знания, идет в школу, образование, институты, университеты, профессия, Квартира, ипотека, кредиты всякие. И вот он постепенно вокруг себя начинает обрастать вещами разными, начинает обрастать разным имуществом. И у него все больше и больше и больше и больше и больше становится. И вы знаете, я некоторое время назад, когда еще раз перечитывал эту историю, да, об этом богатом юноше, да, и, конечно же, вот это, я не случайно вначале сказал, что это история, которая вызывает так много разных споров, так много разных противоречий, что теперь нам нужно нищими быть, чтобы спастись, что ли. И во времена Лютера был такой пример, который очень как-то в свое время Лютера удивил, что ли. Был очень богатый в Германии один граф, который, прочитав это местописание, оставил свой замок, все раздал, и его часто видели в лохмотьях, которые, бродящим по дорогам Германии и выпрашивающим еду. И вот однажды Лютер этого бывшего графа встретил, это так его поразил, вот этот образ, да, вот, вот человек вот так вот эту историю воспринял, да, все раздал и нищим ходил, побирался и выпрашивал в милость у него окружающих. И вот возникает вопрос, что нам, вот этот путь нам, что ли, Господь предназначил, вот этот путь. В действительности, конечно же, мы понимаем, что такие вещи, как алчность, такие вещи, как жадность, связаны не с финансовым уровнем. Можно очень мало иметь, но при этом быть очень жадным человеком, правда же? Можно мало чего достичь, но при этом быть очень гордым человеком. И если мы с вами посмотрим на эту историю, вот я говорил некоторое время назад, я ее перечитывал, и, знаете, для меня словно она раскрылась по-новому. Почему я и хочу сегодня с вами поделиться этими вещами. Вы знаете, есть с одной стороны дух, а с другой стороны форма, которую принимает дух. И, безусловно, когда мы живем на этой земле, мы живем в мире форм, мир вещей, мир живых существ, там, людей, там, разных, птиц, рыб. То есть разные формы, формы успеха, формы побед, формы достижений, формы карьеры и прочее, прочее. Много разных всевозможных форм. И вы знаете, когда люди окунаются вот в этот мир форм, то мы начинаем жить этими формами, забывая о духе. Конечно же, на земле мы не можем жить вне формы. Мы не можем жить вне формы. Не случайно Бог явился на этой земле как? Как Сын Человеческий. Что такое Сын Человеческий? Это форма. Для того, чтобы мы могли его понять не просто вот там, где-то Господь, а вот Он явил Своего Сына, да? И Он ходил среди людей, Его видели, 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 как вот эту форму, да? То есть невозможно жить вне форм. Все, оно так или иначе на этой земле облекается в разные формы. Но, послушайте, есть огромная опасность, когда вот люди забывают вот о причине, начале, источнике всего. Об этом вечном духе. И начинают жить только формами. Начинают жить успехом. Начинают жить какими-то достижениями. Начинают жить карьерой. Естественно, мы на земле не можем ничего не делать, да? Мы совершаем дела. Но мы, как бы, живя в этом мире, должны быть не от этого мира. То есть что это означает? То, что в нашем земном пути, чего бы ты не достиг, кем бы ты не стал, сколько бы денег ты не заработал, важно осознавать, что это всего лишь какие-то формы, это какое-то лишь проявление. Но самое главное, не забывать вот об этом духе, который внутри, об этой сути, первооснове всего, о великом, всемогущем, вечном Боге. Потому что если ты забываешь об источнике всего, если ты забываешь об основе всего, ты начинаешь жить лишь видимыми вещами, формами, забывая, что видимое, временное, а невидимое, оно вечно. Оно вечно, а мы живем вот этими всевозможными видимыми вещами. И, конечно же, большая опасность в том, чем больше порой мы получаем, чем больше мы достигаем, эти формы, они имеют силу, и чем больше ты получаешь, тем больше эта видимая жизнь, жизнь форм, жизнь проявлений, тем больше она берет над тобой власть. И ты уже не понимаешь, что это видимые вещи, которые меняются. Ты привязываешься к ним. Я помню, для меня было таким, знаете, таким уроком, что ли, когда мы еще с нашей семьей жили в юго-западном районе, и у нас один из наших соседей по подъезду, он купил себе машину. Это были 90-е годы, он купил себе машину. До сих пор помню, почему у него такая была Toyota. Он купил. И вот вы знаете, раньше его практически не было видно. Но когда он купил машину, он приезжал там с работы, он не шел быстро домой, а он сидел в машине, открывал дверцы, я помню, приходили его знакомые, друзья, они там общались, курили, что-то там разговаривали друг с другом, и он при этом сидел все время в машине. И видно было, что без машины он был совсем не таким человеком, а вот с машиной, как почтальон Печкин, пока велосипеда не было, был злой, а вот теперь велосипед появился. Все уже. И вот видно было, что вот эта машина, это не просто какая-то вещь, которую он купил, это стало продолжением его личности. И поэтому, когда там в один из дней, там кто-то ночью его машину разворачиваясь помял, и он вышел, видно было, что для него это, вот лучше бы руку отрезали, чем мою новую машину помяли. Это была для него вся, вся трагедия жизни, потому что эта машина стала его неизменной частью. Не случайно, помните, апостол говорит, что имеющий должен быть как кто? Как не имеющий. Вы поймите, в действительности Евангелие не говорит нам, что мы должны все бросить, мы должны теперь быть нищими, ходить и выпрашивать деньги. Евангелие учит нас, чего бы мы не получили, сколько бы мы ни имели, мы должны оставаться вот этим ребенком, у которого ничего нет. И понимая, да, Господь дал, Господь взял. Через нашу жизнь могут приходить много вещей, много разных форм. У нас могут быть победы, у нас могут быть поражения. Но очень важно, чтобы мы не отождествляли себя с этими вещами, потому что если мы себя отождествляем с этими вещами, то мы не можем постигать Бога, потому что мы настолько привязаны, настолько связаны, драгоценны, вот с этими всевозможными формами. Поэтому и говорил Иисус, трудно богатому войти в Царство Небесное. Чем больше ты получаешь, тем больше ты имеешь, тем больше ты должен быть внимательным, чтобы эти вещи не забрали твое сердце, чтобы ты не начал жить этими вещами, чтобы твоя жизнь не превратилась в бесконечную череду. Купил, приобрел, достиг, стал. И такой уже великий, такой уже всемогущий, да уже вот прямо столько вещей, да? И ты буквально отождествляешь себя вот с этими формами, с этими видимыми вещами, видимыми делами, видимыми всевозможными победами. И когда ты уже как бы отождествляешь себя с этим. Вот вы же знаете, что, например, я, с одной стороны, в нашем Российском Объединенном Союзе христиан веры евангельской, да, я имею служение епископа, и я представитель от начальствующего епископа в нашем регионе. Но я очень не люблю, когда ко мне приходят и говорят, «Виктор епископ, епископ Виктор Александрович». Вот так вот епископ. Потому что вот ты скажешь, ну что, ты неужели не епископ? Я, конечно, епископ, но мне нравится больше, когда меня просто зовут пастырь, пастух. Даже не старший пастыр, но старший пастыр нашей церкви, уже как бы старший пастыр. И он уже идет, как старший пастыр. Он уже такой важный. Он уже не младший пастыр, и не средний пастыр. А он самый старший пастыр. И он очень важный. А важнее его только епископ. Он вообще важный. А важнее епископа только архиепископ. Это вообще все. И вот люди любят это. Старший пастыр, архиепископ, топ-менеджер, да? Кто это такой топ-менеджер? В топе все время. И вот это, и люди так вот. Он уже не просто. И вот эти роли, мы так с ними срастаемся. Мы так с этими ролями срастаемся, что мы уже оторвать от себя эту маску. Не можем совершенно уже. Не можем, да? Я иногда думаю, вот для чего часто людям какие-то безумные приобретения, безумные покупки. В мире столько нужд. Вы же знаете, что каждые 6 секунд от голода где-то умирает ребенок. Огромное количество людей, которые находятся в тяжелом состоянии. С другой стороны, есть люди, как вот недавно история была у нас в стране, когда у одного из топ-чиновников нашей страны обнаружили огромную коллекцию часов, и каждые часы стоят миллионы. И там задаются вопросы. А для чего человеку... Вообще сегодня большинство людей могут вообще без часов обходиться, согласитесь? У нас есть телефоны, где есть время, пикает, тикает. Там сегодня и в ботинках можно часы иметь, где только и в очках часы можно иметь. Для них это часть аксессуар, такой дорогой аксессуар, который миллионы и миллионы и миллионы стоит. Ладно, ну, предположим, купил ты себе до гири часы, зачем тебе еще? Зачем тебе третий? Зачем тебе четвертый? Эти часы. Люди настолько привыкают жить в мире форм, что им кажется, чем больше он приобрел дорогих часов, тем более он значительный человек. Тем больше он значительный человек. Вы поймите, я сейчас говорю не только про материальные вещи, ведь богатым можно быть интеллектуальным. Интеллектуальные богатства могут приводить к гордости, а? Может. Культурное богатство может приводить к гордости? Конечно, может. Тоже вот в нашей стране не так давно один из знаменитых членов клуба «Что, где, когда» недавно на всю там прогремело, что оказывается там вскрылись данные, что он собирался там договариваться, чтобы узнать заранее ответы на вопросы. Тоже, наверное, слышали, да? Вот эту историю. Некоторые говорят, как это так? Как это так? Как это человек, который столько лет был таким вот просто... Ну, он же не олигарх какой-то, а такой знаток. И оказалось, что он там в нечистых махинациях, в нечистых сделках был замешан. Да поймите, что это то же самое. Он настолько уже свыкся с ролью знатока. знаток всех знатоков. Что просто он уже не может не отвечать на вопросы. А ведь время идет, он уже пожилой, и с годами бывает, ну, и память хуже работает. И голова уже не так может разгоняться. Мудрости больше, а запоминаешь хуже. А? Бывает вот такое, да? Но у него уже имидж, знаток. И тут, я думаю, дело не только в деньгах, которые там он получал за эти выигрыши. Здесь дело вот именно в этом раздутом имидже. Как это так? Я такой знаток, что-то тут не знаю. Нет, я должен знать. И тут уже идут все пути, честные и нечестные. И в этом проблема, драгоценные люди, настолько срастаются с тем, что имеют, с тем, что покупают, с тем, кем становятся, с тем, что приобретают, что они уже не мыслят себя иначе. И чем больше ты сращиваешься с этими формами, тем дальше и дальше и дальше ты уходишь от вечно живого, постоянно движущегося Духа Божьего. Поэтому Иисус не против богатства. Но Иисус покажал здесь, трудно богатому войти в Царство Небесное. И когда ученики ужаснулись, Он пояснил, трудно надеющимся надеющимся на богатство, войти в Царство Небесное. В чем трудность? Трудно иметь, и при этом, чтобы это тебя не захватывало. Трудно приобретать, и при этом не надеяться на то, что ты приобрел. Трудно иметь все больше и больше, и при этом внутри себя оставаться вот таким ребенком, который, говоря словами Писания, Нак пришел в мир, и Нак уйдет из этого мира, потому что ведь нету карманов в гробах, нету вот. И вот сохранить в себе внутри вот этого ребенка, который понимает, чего бы там он не имел, кем бы он не стал, какие бы достижения, там, топ-менеджер, старший пастор, начальствующий епископ, там, какие бы должности, какие бы погоны он не получил, но он должен понять, что все это лишь временная игра вот этих земных форм, этих земных там титулов, проявлений, ну, потому что внутри мы же все вот эти дети, и ощущать себя вот внутри вот этим вот этим ребенком, ощущать себя внутри, что самое главное, да, это вот вечное Божье Царство, вечное Божье вот это жизнь, и кем бы ты не стал, чтобы ты не достичь, не отождествлять себя с этими формами, а с кем себя отождествлять? Иисус и показал, с кем надо себя отождествлять, когда часто говорил, я и Отец одно, я в Отце и Отец во мне, но он не просто про себя это говорил, он потом и про учеников говорил, и они в нас, мы в них, когда ты себя отождествляешь со всемогущим Божьим Духом, когда ты себя отождествляешь прежде всего с Богом, со Христом, который живет в тебе, и сейчас я хочу сказать очень, может быть, парадоксальную вещь, самое великое смирение это отождествлять себя с Господом, который живет внутри тебя, это самое великое смирение, осознавать, что самое важное, главное, ценное это то, что в тебе живет Христос, а ты живешь во Христе, а самая великая гордость это отождествлять себя со своими достижениями, со своими приобретениями, со своими богатствами, вот почему Иисус и сказал такую, казалось бы, безумную радикальную вещь, продай все, что имеешь, почему, что теперь все должны продавать, и все графы, князья, там должны были бродить нищими по дорогам Германии, как времена Лютера, да? Да нет, он имел в виду, что мы должны разъединиться часто с этим, то есть, живя в этом мире, мы должны жить не этим миром, поэтому, помните, Иоанн написал, не любите мира, не того, что в мире, да, это есть, это есть, но когда мы начинаем себя с этим отождествлять, вы знаете, вот на примере церкви, да, с одной стороны, это огромное желание, мы хотим, чтобы в этом городе как можно больше людей покаялось и приняло Христа в свое сердце, правда же? Мы желаем этого, да, мы хотим, для этого мы призваны с вами проповедовать Евангелие, вот почему наш брат из миссии Гедеон сегодня рассказывал, да, чтобы мы шли, проповедовали, чтобы мы не просто занимались своей духовной жизнью, мы несли эту духовную жизнь другим людям, приглашали их в церковь, призывали их прийти в собрание, да, мы хотим это, чтобы Евангелие распространялось, чтобы люди спасались, мы хотим этого, конечно же мы этого хотим, и чем больше люди будут спасаться, тем одновременно церковь будет больше, да, но тут возникает другая опасность, с одной стороны хорошо проповедовать Евангелие, хорошо жаждать, чтобы спасенных было больше, но когда церковь становится часто большой, да, вдруг это превращается в нашу гордость, о, а наша церковь, самая большая церковь, наша миссия, самая большая миссия, и мы это достижение делаем частью нас, и то, что было благословением, становится в предмет для гордости, понимаете, о чем я сейчас говорю, да, мы словно срастаемся в себя, и думаешь, лучше бы вообще, чтобы никаких больших церквей не было, чем вот эти гордые люди, у нас самая большая церковь, у нас самая, ну может быть, не самая большая, а у нас самая правильная церковь, то есть самая-самая, у каждого самая-самая, и люди пыжатся, потому что для них, вот как для того мужчины, для которого машина стала частью его самого, точно так же и для нас, вот эти все достижения стали частью нас самих, и мы так раздуваемся, и незаметно теряем вот этот дух, незаметно теряем это смирение, потому что мы уже не с Богом отождествляемся, не с Его Духом, принимающим разные формы, отождествляемся, а мы уже отождествляемся с самими формами, с победами, с достижениями, с проявлениями, и лучше на самом деле тогда, чтобы ничего не было, чтобы было это, поэтому Иисус и сказал, что трудно имеющим богатство войти в Царство Небесное, трудно надеющимся на богатство войти в Божье Царство, трудно приобретая все больше и больше продолжать надеяться на Бога, а не на то, что ты приобрел. Получая все больше, достигая все больше, оставаться ребенком, у которого надежда в Папе, в небесном Отце, который понимает, да, это пришло, но это может точно так же и уйти. я видел миллионеров, которые теряли весь свой капитал. Я общался, особенно в 90-е годы, приходили люди в церковь, которые за короткое время становились богатыми и за короткое время все теряли. И они приходили совершенно разбитыми, и они говорили мне, пастор, нам лучше вообще было ничего этого не иметь, чем получить, а теперь потерять, потому что как дальше жить? Они не знали, как дальше жить. Они настолько срослись с ролью миллионеров, что, потеряв это богатство, для них потерялась сама жизнь. Они уже были не этими детьми, они уже были богатыми юношами, которые не отделяли себя от богатства и поэтому отходили от Иисуса с печалью. Я пытался им донести, послушайте, есть вещи, которые могут приходить в нашу жизнь и уходить из нашей жизни. Есть испытания, есть искушения, в том числе испытаниями богатства. Важно не что ты имеешь, важно вот кем ты являешься, важно не то, что ты получил, важна эта вот связь с Божьим Духом, с Божьим Духом, имея связь, ты можешь что-то получить, но ты для себя не гордишься этим, ты просто используешь это для того, чтобы нести свет окружающему тебя миру. Очень важно, но люди этого не понимали, потому что чем больше человек получает, тем больше, к сожалению, чаще всего он становится от этого зависим. Может быть, поэтому часто Божья милость в том, чтобы мы не получали некоторые ответы на наши молитвы, потому что мы даже не подозреваем, что получив это, мы остынем и отойдем от Господа. И Бог нам часто не дает какие-то вещи, потому что мы думаем, это нам на благо, а на самом деле это больше пошло бы нам на зло. Поэтому я хочу в конце прочитать знаменитые слова апостола Павла из 13-й главы 1-го послания Коринфянам 3-й стих, потому что именно эти слова, они как бы балансируют ту историю с богатым юношей. И вот Павел говорит, «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть смотрите, вот то, что Бог показал нам через апостола Павла, оно словно дополняет ту историю, которую мы читали в Евангелии от Марка. Мы люди из-за нашей греховной плоти устроены так, что мы готовы все обратить в повод для гордости. Приобретение богатства мы легко обращаем в повод для гордости. Хотя, если признаться честно, очень часто бывает нет особых даже наших заслуг в том, что что-то происходит в жизни, но мы все приписываем на свой счет. Разбогател, ни в чем не имея нужды. Но есть и другая сторона, когда человек вдруг все раздает, расточил, раздал нищим, и даже свою жертвенность он может обратить повод для гордости. Этот столько всего имеет молодец, этот столько всего раздал и ничего не имеет молодец. И то, и другое, это просто наша плоть. И Бог нам показывает, что суть не в том, какая у тебя зарплата, живешь ты в маленькой квартире или там в большом коттедже, ездишь ты на общественном транспорте, или ты ездишь на последней модели шикарной машины какой-то. Все дело в том, кто ты, как ты себя видишь, как ты себя отождествляешь. Либо ты человек, в котором живет Бог, в котором живет Христос, либо ты сам Бог, все имеешь и такой гордый, и ты уже прямо Бог богов, великий из великих, и ты не понимаешь, что вся драгоценная мой богач, разбогатевшая, вся твоя ценность в том, что ты связан с Духом Святым, если ты христианин, бизнесмен, христианин. То есть, смотрите, драгоценная, все дело в любви, когда мы ощущаем себя внутри ребенком, когда мы ощущаем себя таким младенцем, который связан с Богом, в жизни которого могут происходить разные вещи. Но Он прежде всего понимает, что, как я говорил, наг пришел, наг уйдешь. И тогда, что бы в твоей жизни не происходило, даже когда большие вещи в твою жизнь придут, ты будешь спокойно к этому относиться. Понимаете? Спокойно к этому относиться. Либо ты со всеми вещами, которые будут приходить в свою жизнь, будешь связывать свою личность и будешь чувствовать себя все больше и больше, больше и больше. И вот такому человеку трудно войти в Царствие Божье, потому что его жизнь вся в видимом, вся вот в этих формах. Поэтому драгоценная с одной стороны, я очень рад тому, что Бог делает в жизни, в жизни моей, в жизни нашей церкви, в жизни каждого из нас. Я очень рад этому зданию, которое у нас есть в центре города. Я очень рад тем вещам, которые у нас есть. Но так важно, чтобы мы не раздули свою плоть этими вещами. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Не стали вот такими вот великими развеликими, а внутри осознавали самое ценное, самое дорогое, это только связь со всемогущим Богом. Когда все пройдет, это только останется. И то, что мы можем делать на этой земле, это вот любить, потому что если ты разбогател и живет в гордости, нет тебе никакой пользы. Если ты раздал все, без любви нет никакой пользы. Без любви вообще ничего не имеют пользы. Так важно это осознавать. А когда ты начинаешь любить, ты начинаешь, как мы говорили на прошлом собрании, ощущать свою связь со всеми, переживать и радоваться. Есть одна история, которая меня так в свое время коснулась. в 2012 году в Наваре были большие состязания по легкой атлетике. И вот в этих состязаниях участвовал известный бегун из Кении Абель Мутайи. Он был призером Олимпийских игр и его как бы конек, это была дистанция, беговая дистанция на 3000 метров. он просто был. Это его любимая дистанция, тут ему практически не было равных. И вот во время этих соревнований в Наваре он на этой дистанции 3000 метров бежал первым и далеко обогнал других спортсменов. И когда оставалось уже 10 метров до финиша, он, этот кинец, перепутал. И ему показалось, что он уже пересек финишную черту. И он там стал всем болельщикам махать рукой, типа он победил, прибежал первым. ему кричали, 10 метров осталось, тебе нужно еще пробежать. А он испанского языка не понимал. И он думал, они все кричат, радуясь его победе и махал им рукой. И тут до него добежал следующий спортсмен. Это уже был испанский спортсмен Фернандес Анаио. И вот я вам хочу показать фотографию. Можно включить фотографию как раз с этого соревнования. И вот когда Фернандес добежал до Кеница, он мог легко обогнать его и стать чемпионом. Там был огромный призовой фонд у этих соревнований. Но он знаками объяснил Кеницу, стал его видеть на фотографии в спину. Он не понимал испанского языка Кениц. Он его в спину стал толкать вперед. И таким образом Кениц пересек первым черту, а уже Фернандес пересек вторым. И я читал потом интервью с этим испанским бегуном Фернандесом. И вот журналисты его спросили, зачем он так сделал? Неужели он не хотел победить? Я вам прочитаю, что ответил на это Фернандес Анаио. Конечно, я очень хотел выиграть, но я не мог поступить иначе. Я не заслуживал победы, отрыв был велик, и я не имел шансов догнать соперника, если бы он не ошибся. Мне же важнее было сохранить свое достоинство, чем выиграть золотую медаль. Знаете, вот он продолжает, мы все видим, какие вещи сегодня происходят в спорте, в обществе, в политике. Люди слишком часто видят неправильные модели поведения. Я рад, что поступил иначе и сделал этот жест честности. И вот вы знаете, по большому счету, что он пришел вторым, но я его вижу победителем. Когда мы сегодня видим, как вот правильно Фернандес говорит, в спорте, в политике, люди всеми правдами и неправдами, ложью, подлогом, подкупом, обманом делают все, чтобы стать лучше, стать чемпионом, стать первым, приобрести. Когда сегодня смотришь, там люди готовы, часто на бедных людях, на пенсионерах использовать какую-то их наивность, незнание, чтобы там забрать их квартиры и еще что-то. Думаешь, Господи, в каком мире мы живем, зачем все это приобретенное неправдой? И это происходит все время, эти скандалы в спорте, скандалы в политике, скандалы в культуре, когда какие-то известные личности вдруг оказываются мошенниками, оказываются нечестными нечестными людьми. И знаете, большая проблема, что в наше время вот эта вот история, как с этим, с этими соревнованиями в Наваре, это, к сожалению, исключение, чем правило, но в то же самое время, слава Господу, что такие исключения есть, они показывают, что-то есть в этом мире форм, медалей, достижений, финишных черт, есть что-то большее, есть дух, его не видно, но он реален, дух, любовь, радость, мир, терпение, да? Как этот сказал спортсмен, достоинство, честность, есть эти вещи, есть эти вещи, и когда мы связаны с Господом, мы понимаем, все пройдет, достижения пройдут, золотые медали померкнут, а любовь пребывает вовек, а без любви богатство это нищета, достижения это поражение, без любви все бессмысленно, все не имеет никакого значения, ну и что, что ты там купил себе такую машину и такой важно ездишь, и как хорошо там тебе все подогревают или там по спине тебе массажируют, ну молодец, богатые люди до того доходят, они себе и гробы даже заказывают такими особыми там с видеосистемами, я смотрел некоторые гробы, ну а где еще нужна видеосистема, как не в гробу, некоторых с их машинами прям хоронят, есть немало случаев, когда богатые люди выкупают такую могилу, чтобы прям в автомобиле напоминает древних язычников, которые хоронились с конями, со сбруями, с женами, как только жены еще некому в могилу сейчас, что-то все-таки немножко поменялось, вот все, потому что человек уже себя не мыслит без коня, без сбруи, без богатства, он и туда хочет так въехать, не понимая, что на коне туда не въедешь, туда входят и принимают Царство Божие тот, кто ребенок, тот, кто дитя, тот, кто отлично понимает, что кроме любви нет ничего, и сколько бы ты не получил, ты имеющий, остаешься не имеющим, потому что твоя ценность не в этом, не в марках твоего пиджака, не в том, какие там у тебя телефоны, это не грех иметь, но когда твой телефон становится частью тебя, и ты показываешь, какой он у тебя дорогой, и просто вот какая у тебя дорогая машина, какие дорогие вещи, ты смотришь на этого человека и вспоминаешь слова, ты разбогател, ни в чем нужды не имеешь, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, инак, вот твоя характеристика, потому что настоящее богатство Христос в тебе, вот оно никогда, и как я еще раз повторю, да, как я говорил в этой проповеди, самое великое смирение осознать Бога в себе, внутри себя, в своем сердце, самое великое смирение осознать Христа в себе, других вечных ценностей не существует, можно это заменить Бог в тебе, можно это заменить Христос в тебе, можно это назвать любовь в тебе, потому что Бог есть любовь, суть одна и та же, другого нет, и именно это вечно, а все остальное временно, не срастайся с этим, не отождествляй себя с этим, иначе, сколько бы ты не получил и не имел, ты всегда будешь несчастным человеком, а когда Бог в тебе, когда Христос в тебе, кто у тебя это сокровище может забрать? Когда эти всякие финансовые кризисы, богатые люди, олигархи бегают с такими глазами, потому что они могут за день, я тут читал как один олигарх за день, потерял несколько миллиардов долларов из-за каких-то финансовых перетрубаций всевозможных, и этот человек, у которого денег хватит на много-много жизней вперед, бегает с таким несчастным лицом, как будто у него забрали последнюю однушку, что он счастливый человек по-твоему, что ли, он живет этими всеми вещами, поэтому они так боятся все это потерять, поэтому они хотят все больше и больше, они думают, чем больше и больше, тем они будут более и более значительные, а на самом деле они теряют все больше и больше связь с самым главным, с самым основным, что находится внутри нас, царство Божье внутри вас есть и чтобы осознать его, пережить его, пойти в него, необходимо понимать, ты просто ребенок, ты просто ребенок, у которого есть великий и всемогущий, чудный, дивный, небесный отец, все остальное изменится, все остальное пройдет, беда забудется, радость забудется, победа будет неважной, поражение тоже однажды станет неважным, все поменяется, а вот это пребудет вовек, и так важно, чтобы мы это в себе развивали, так важно, чтобы мы этим наполнялись, этим жили, потому что в этом все, в этом счастье, в этом радость, в этом суть всего, в этом суть вот этой истории про богатого юношу, не живи формами достижений богатства, будь связан с Господом, иногда лучше от чего-то даже отказаться, если ты чувствуешь, что это тебя уводит не туда, и мы видим в Библии примеры, когда иногда герои священного писания отказывались от богатства, помните, да, там, потому что они понимали, есть такое богатство, есть такое достижение, которое тебе покажется хорошим, а в действительности может сломать тебя, раздавить тебя оно может, живи богом, наполняйся богом, а миром мы просто используем его временно, однажды мы отсюда уйдем, а с богом пребудем во веки, аминь, давайте закроем глаза и склоним головы сейчас особенно два богатых юноша, которые у нас в церкви есть всемогущий господь, я благодарю тебя за то, что у нас есть возможность в воскресенье собираться всем вместе в церкви божьей и каждую неделю проверять свое сердце, проверять ценности своей жизни, испытывать себя на правильном ли я пути, проверять себя, не упустил ли я главного, не увлек ли меня мир, не живу ли я по стихиям этого мира, не стал ли ли вещей, которыми я владею, владеть уже мной. Спасибо тебе, Господь, что каждый седьмой день мы можем делать остановку в нашем пути, чтобы испытать себя, чтобы посмотреть и вникать в себя и в Писание. И я молю, Господь, коснись каждого из нас через это место священного Писания, которое мы сегодня читали. Я молю, мой Бог, чтобы люди не просто меня слушали, я молю, чтобы ты сам говорил им через Библию, Господь. Касайся, чтобы история с богатым юношей была для нас неким предупреждением, была для нас предостережением, уроком. не стать человеком, для которого богатства, внешние формы стали главным. не стать человеком, который сросся с видимыми вещами, с внешними вещами, чтобы мы не были одним с богатством, а были одним с богом. Чтобы я и бог было одно, а не я и деньги, я и богатство, я и успех. Чтобы мы прежде всего сливались, соединялись с духом божьим, который может принимать разные формы, но чтобы мы не связывали себя с этими формами, а связывали только с сутью, только с духом всемогущего Бога, только со Христом, который в нас самое великое сокровище, Христос в нас, истинное богатство, драгоценная жемчужина, Христос в нас, только это сокровище мы никогда не потеряем, а все остальное уйдет, воры подкапывают и крадут, ржавчина уничтожает, все остальное пройдет, потому что формы жизни постоянно меняются, проявления жизни постоянно меняются, я молю, чтобы мы не были связаны с этими проявлениями, с этими формами, а были связаны прежде всего с тобой, Господь, тот, кто порождает эти формы, тот, кто все творит, тот, кто является первоосновой всего бытия, с тобой, как мы были прежде всего связаны, тогда мы связаны с сутью всякой жизни, существующей в этой вселенной, с источником, связаны с тобой великий Бог. Все проходит радостью горя, победы и поражения, праздники и будни, а ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Все пройдет, и пророчества умолкнут, и вера упразднится, а любовь пребудет вовек. И я молю Бог, чтобы мы осознавались себя связанным с вечным, пусть невидимым, но вечным, с любовью, со Христом. а не с временными проявлениями этой жизни. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Я молю мой Бог сейчас, особенно за тех людей, которые проходят трудные времена. я молю мой Бог за тех, кто в последнее время что-то потерял, или в чем-то потерпел поражение, или не получил то, на что надеялся, не достиг то, к чему стремился. Я молю мой Бог, коснись этих людей, чтобы они осознали, Боже, не в этом счастье, единственная серьезная потеря, это потерять связь с тобой. Единственная важная потеря, это забыть, что ты пребываешь в нас, а все остальное это не потери, это просто испытания, это просто тренажеры для нашей души, не больше. я молю, коснись их, мой Бог. Наше достоинство не в том, чтобы прибежать первым, наше достоинство в том, чтобы помочь ближнему. Наше достоинство не в том, чтобы стать круче всех, а в том, чтобы любить. осознавая, что Христос в нас упование славы. Благослови, Господь, благослови, мой Бог, братьев и сестер, которым трудно, которым тяжело, которые, может быть, что-то потеряли. Коснись их сейчас, чтобы они осознали, они в церкви, они с Богом. Значит, ничего важного не потеряно. Они с тобой, ты пребываешь в них, ничего важного не потеряно. Я молю, мой Бог, чтобы мы не отчаивались, терпя поражение и не раздувались от гордости, достигая вершины и побеждая. Чтобы мы внутри себя оставались скромными, смиренными, радостными, свободными, оставались детьми во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, благослови, утешу, успокой. Я также, мой Бог, молю за тех, у кого сейчас плодоносный период, у кого сейчас много достижений. Коснись, Господь, чтобы они также не гордились своими победами, но славили Творца. Чтобы внутри они не потеряли этой простоты во Христе Иисусе, не начали себя возвышать над менее удачливыми братьями и сестрами, не почувствовали себя особенными из-за своих побед, а знали, что мы особенные только потому, что Христос пребывает в нас. мы уникальны, потому что Бог нас любит. Мы спасены, потому что Христос живет в нас. Мы счастливы, потому что идем в Царство Божие. В этом суть, в этом смысл, в этом благодать. и мир проходит, и все, что в мире проходит, а исполняющий волю Божью, пребывающий в Господе, будет вовек. Слава тебе, честь и хвала во веки веков. И каждый верующий расскажет Аминь. Редактор субтитров Н.Александрова Продолжение следует...